Всем привет! Две недели пролетели как одна. Танковый турнир в рамках War Cyber Games в Китае завершился, и мы снова готовы поделиться свежими новостями. Куротко о главном. World of Tanks на ВЦГ. Подводим итоги. Golden League, третий сезон, снова в эфире. Командный бой. Боюем на новых картах. Отгремел ВЦГ 2013. Следя за турниром, многие наверняка в какой-то момент перешли с размеренного похрустывания попкорном на поиски ближайшей аптеки и валидола. Лично я так и сделал. Причин тому несколько. Белорусы не вышли из группы. Немцы выбили россиян с разгромным счетом 3-0, а потом уже в финале попытались задать жару Украине. Желто-синие все же нашли силы остановить Блицкриг и навязать свою игру. В итоге долгожданная победа со счетом 3-2 принесла ребятам чемпионский титул, а заодно и 35 тысяч долларов. О том, как проходил каждый из дней турнира, смотрите в наших отчетах. Кстати, скоро мы выпустим ролик, посвященный лучшим игровым моментам соревнований, а после итоговый ролик о всем самом интересном, что осталось за кадром. Между тем, Арклид, один из игроков украинской команды, уже выпустил ролик о своем путешествии в Поднебесную. Давно нас никто так не радовал. Обязательно посмотрите. После перерыва на мировой чемпионат возобновились игры Лиги Wargaming. Ура! Наконец-то прямые трансляции снова на нашем сайте. Пока в соревнованиях была пауза, мы выпустили небольшой документальный фильм о финале второго сезона. Кто еще не видел, обязательно посмотрите. Есть на что взглянуть и видео от Na'Vi. Главный герой очередного ролика – самый импульсивный игрок команды Strike. Получилось очень интересно. Кстати, недавно он начал еще и стримить. Заходите на его Twitch-канал. Пока одни команды делают видео о своих игроках, другие их ищут. RockSkiss остро нуждается в двух отборных бойцах, которые помогут ребятам уверенно выступать на турнирах. Подробности на их странице ВКонтакте. С выходом обновления 8.10 в режиме «Командный бой» появится 8 новых карт. Насколько они подходят под формат 7.42, покажет время. Но разнообразие в игру это точно добавит. Прошел казахский этап TechLabs Cup. Победили старые знакомые – участники первых двух сезонов Golden League команда Push. Стали известны победители турниров «Премия Танков 2» в Ставрополе и Ростове-на-Дону. Поздравляю команды Scrap Metal и «Воины степей». До встречи на гранд-финале! Итоги конкурса по нанесению урона я подведу в следующем выпуске. Не переживайте, все получат галтеру. Ну а впереди вас ждет мастер-класс. Передаю слово нашему главному эксперту по танкам Левше. А у меня на этом все. До скорой встречи! Всем привет! С вами Левша. И в этом выпуске мы с вами разберем карту Химмельсдорфа. А точнее, как правильно можно отстрелиться в начале боя с верхнего респа. Давать правильные засветы и занимать нужные позиции. Ну, в общем, смотрим. С недавних пор многие команды стали использовать на Химмельсдорфе так называемого «борщика». Это немецкая ПТ восьмого уровня с альфой в семьсот пятьдесят. На ней можно делать неплохие отстрелы в начале боя. Сейчас я о них вам и расскажу. Первый отстрел можно делать сразу с базы, с центрального коридора. Когда ваш союзный танк едет в бойницу с второй линией, он может просветить вражеский танк, который переезжает в бойницу на шестую линию. И в этот момент вы можете нанести ему урон. Также с базы на этой ПТ можно законтрить вражеский танк, который находится в бойнице на шестой линии. У этой ПТ отличная маскировка, вы не попадаете в засвет. И отличный обзор, вы сами себе можете подсвечивать этот танчик. Сейчас я еще расскажу об одной позиции, как можно отстрелиться по вражескому танку в бойнице на шестой линии. Ждете засвета, появляется, стреляете и отъезжаете. На этой позиции хорошо отстреливаться на ПТ, так как вы не попадете в засвет до выстрела. Если вы будете на ИС-3, вы сразу попадаете в засвет. С квадрата Б2-Б3 вы можете простреливать вражеский танк, который находится в бойнице на четвертой линии. Для этого вам нужен союзный танк, который будет просвечивать вторую линию. И занять правильную позицию для выстрела. Хорошим ориентиром вам будут столбы. Надо подъезжать не ближе второго столба, тогда вы засветитесь только после выстрела. Если же вы подъедете ближе, вы засветитесь раньше. Теперь поговорим о бойнице на шестой линии. С нее вы можете в начале боя прострелить танк, который едет по четвертой линии. Также вы можете перестрелиться с танком, который находится напротив вас. И подсветить вражеского 50-100, который едет по дуге. Подсветите вы его примерно в J-9. Помимо того, что вы его можете подсветить, также вы можете по нему отстреляться. В случае, если по третьей линии едут вражеские танки, вам надо просто перетянуться в центр, и вы сможете их прострелить здесь и здесь. Не стоит долго заигрываться на этой позиции, если вы отдали полностью гуру. Вражеские 50-100 смогут без проблем приехать и убить вас. Единственное для вас будет спасение, если вы быстро среагируете и отъедете назад. Теперь рассмотрим бойницы, которые находятся на четвертой и пятой линии. С этой позиции вы можете подсветить вражеские танки, которые перетягиваются с GD в сторону банана. Подсветить вы их сможете только на J-линии. Если они поедут по линии К, вы их никак не просветите. Когда вражеские танки атакуют по третьей линии, вы перед тем, как перетягиваться, можете по ним отстреляться прямо с бойницы. Также вы спускайтесь вниз и из-под насыпи сможете по ним отстреляться. Если же они атакуют по второй линии, вам надо сразу перетянуться в квадрат D3 и отстреляться по ним. Если же вы спуститесь влево от себя бойницу, то у вас открывается прострел по пересечению пятой и шестой линии вплоть до вражеской базы. Ну и напоследок прострелы по GD. По засвету своего Т1 с квадратой B1 можно отстрелиться по вражеским танкам, которые находятся на G1 и G2. В случае, если вы протоковали по второй линии до G2 и засветили вражеские танки, которые находятся на G3, их можно пристрелить сквозь этот ангар. Вот таким вот получился мастер-класс на Химмельсдорфе. Обязательно оставляйте свои комментарии. Если он вам понравился, то в следующий раз я расскажу про нижний рецепт. Если же он показался вам банальным и скучным, то придумаю новую тему. На этом все. Пока-пока. Откуда лучше всего подсвечивать? Отлично. 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 Продолжение следует...